Ташкентский международный инвестиционный форум Президент Узбекистана выступает гарантом для инвесторов, подчеркивая, что они найдут все, что нужно для успеха бизнес-деятельности в новом Узбекистане. К примеру, итогом прошлогоднего форума, в котором приняло участие более 2000 предпринимателей, инвесторов, представителей крупных международных и финансовых компаний и институтов из США, Европейского Союза, СНГ, Турции, Китая и ряда других стран, было подписано 164 инвестиционных соглашений и контрактов на сумму, превышающую 11 миллиардов долларов. Предстоящий форум станет третьим по счету. О подготовке и о том, сколько участников прибудут в Узбекистан на этот раз, в репортаже Хандамира Хашимова. На предстоящем Ташкентском международном инвестиционном форуме ожидается побить рекорд по количеству участников, подписанных соглашений и объему инвестиций, которые будут направлены на реализацию совместных проектов. Напомним, что в прошлом году на форуме приняли участие около 2500 человек. Несмотря на то, что мероприятие проходило лишь дважды, оно уже сумело зарекомендовать себя как эффективную площадку поиска надежных партнеров. В 21 веке привлечь потенциального инвестора довольно-таки сложно. Каждый человек, кто готов вложить капитал, ждет получения определенной прибыли. В такой период важно быть в курсе мировых тенденций, чтобы, как говорится, найти способ, как приковать внимание инвестора. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Узбекистане необходимо признать заслуга руководителя страны, который запустил весь механизм и набор инструментов таким образом, как это должно быть в идеале. И все это в совокупности стало определяющим фактором уверенности в перспективности капиталовложений, так как гарантом выступает государство. China Chemical – одно из крупнейших предприятий Китая. Наши страны имеют давние дружественные отношения, историю, культуру. Оба народа дружат друг с другом. Как представители китайских предприятий в Узбекистане могу сказать, что они добросовестно реализуют стратегию всестороннего использования профессиональных и ресурсных преимуществ. Ежегодный Ташкентский международный инвестиционный форум объединяет возможности инвесторов со всего мира. Предприниматели из разных стран реализуют в Узбекистане различные совместные проекты. Развитие сфер служит улучшению международного имиджа Узбекистана. Мы надеемся, что благодаря этому форуму мы сможем быстро найти отправную точку для сотрудничества и открыть больше возможностей для взаимодействия. Наша главная цель – внести свою лепту в экономическое развитие Узбекистана и Китая. О значимости форума свидетельствует и высокая заинтересованность зарубежных масс-медиа в его освещении. На мероприятии осталась неделя, но ряд интернет-изданий уже вовсю публикуют на своих страницах материалы о прогнозах и ожиданиях от него. Кстати, не один десяток мировых СМИ лично изъявили желание освещать работу форума. Я сам лично наблюдаю за реформами, происходящими в вашей стране. В Узбекистане созданы все условия и возможности для ведения бизнеса, а также инвесторов. Мы поддерживаем политику, проводимую президентом Шавкатом Марзиоевым. Наша компания уже давно заинтересована в том, чтобы инвестировать в вашу страну. На мой взгляд, предстоящий форум станет отличной возможностью для этого. В прерогативу штаба входит мониторинг поступающих заявок на участие в форуме. Сидя за компьютером в режиме реального времени, каждый сотрудник обрабатывает заявки и направляет их в соответствующие министерства и ведомства для дальнейшего рассмотрения. В настоящее время ведется активная работа по подготовке к проведению третьего Ташкентского международного инвестиционного форума, а также второй пленарной сессии Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Узбекистан. Создан штаб, в котором работают представители более 30 министерств и ведомств. Ожидается очень содержательная часть Ташкентского международного инвестиционного форума. География стран очень широкая. Более 83 стран ожидается участие. Инвесторы, участники форума представлены из таких стран крупных, как Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза, Китая, Турции, страны Ближнего Востока. На форуме ожидается проведение более 40 мероприятий. Это панельные сессии, пич-сессии, на которых будут презентоваться проекты и продвигаться круглые столы, на которых будет обсуждаться широкий круг вопросов, связанных с вопросами привлечения инвестиций в республики, торговли, а также других аспектов экономического развития Узбекистана. Превалирующая часть участников – это зарубежные специалисты, инвесторы, предприниматели, представители министерств и ведомств, ведущих экономик мира, международных финансовых институтов. Регистрацию прошли свыше 4000 человек, из которых более 2000 – иностранные участники из 83 стран мира. Заметим, что в прошлом году аналогичный форум запомнился подписанием 164 соглашений на 11 миллиардов долларов. Я направляюсь в Ташкент для участия в международном инвестиционном форуме. Очень отрадно, что в Узбекистане этому событию уделяется большое внимание, причем на самом высоком уровне. Я участвовал в прошлогодних мероприятиях и сумел найти новых партнеров. Надеюсь, увидеть их там снова. Инвестирование средств не несет односторонний характер. Капиталовложение в какую-либо сферу становится катализаторами ее развития, способствуя росту активности и повышению экономического благосостояния людей. До форума остались считанные дни. Так что Ташкент в ожидании мирового делового бомонда. Субтитры создавал DimaTorzok